На улице Малонагорной Демонтажными работами предусмотрено не только вывоз грунта как такового, вывоз строительного мусора. Это еще, ну так или иначе, в упрощенном виде рекультивация земельного участка. То есть будет вывезен последний фундаментный камень, завезен грунт более-менее, ну для того, чтобы хотя бы это было единой ровной площадкой земляной. Строение выполнено из арбалитовых блоков. Столь дешевые материалы не гарантируют эксплуатационную надежность здания. Опилки, цемент и пенопласт. Вот такие материалы использовали при строительстве этого жилого здания. Современные стандарты строительства, с учетом погодных особенностей нашего региона, этого не допускают. Высотки на сотках. Это выражение стало уже устойчивым. Ежегодно в Московской области подлежат сносу сотни подобных строений в разных муниципалитетах. Среди самовольно возведенных не только жилые здания. Это производственные и торговые объекты, а также логистические центры и терминалы. На сегодняшний день у нас порядка уже 1127 объектов самовольного строительства выявлено по Московской области. К сожалению, Ленинский район у нас попадает в десятку лидеров, в кавычках, по самовольным построенкам. Порядка 56 объектов самовольного строительства в Ленинском районе на сегодняшний день у нас. Строение на Малонагорной стало одним из первых, которые сносят в Ленинском районе в этом году. Все затраты, понесенные администрацией на выполнение работ, подлежат возмещению собственникам. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Продолжение следует...